Перед моими лекциями вам специалисты рассказали о том, как образуются звезды, и сейчас рассказывают о том, что их отношение к образованию вселенных акцентов, и это не подпрощает мою задачу. Но я не слушаю этих лекций, но я смотрел их содержание, поэтому могу думать, что сейчас вы хорошо знакомы с деталями процесса возникновения звезд, понимаете, те сложности, которые там не существуют и не решены. Но я хотел обратить внимание на два обстоятельства, которые имеют отношение к локальному процессу звезды образования. Говорили вам об этом наверняка, но я все-таки еще раз скажу. Первое, то, что звезды образования в нашей галактике, да и в других галактиках, этот процесс очень неэффективен. Если под эффективностью понимать, ну, количество вещества, перерабатывающего звезды за непонятное звезды. Ну, в самом деле, масса нашей... Да ладно, я потом так расскажу. В самом деле, так, наверное, хуже, да? Нет. Нормально? Хорошо. Масса молекулярного газа в нашей галактике, ну, примерно миллиард масс. Причем звезды образования, так сказать, в основном происходят в гигантских молекулярных облаках и основная масса молекулярного газа там сидит. Ну, плотность молекулярных облаков, это где-то 10 минус 21 галактических сантиметров. Характерно евреев на свободу сжатия облаков, то, что называется так, фрикризм, это, значит, пример для индийца, находенный по характеру Жерон, получается несколько десятков миллионов лет. Ну, несколько десятков, там, 10-7-й может быть, так сказать. То есть, порядка 10-ти миллионов лет. И вот если бы облака изжимались и превращались в звезды полностью, то тогда бы у нас через 10-7-й лет уже практически не осталось миллиардного газа. Получилось бы, что рождались бы десятки, если не сотни масс Солнца в год. В действительности, темпы звезды образования порядка 2-3 масс Солнца в год в нашей галактике. То есть, эффективность очень маленькая. Гастрономы уже с такими процессами встречались, например, в случае Солнца. Солнце, там, если массу разверлить на свет, светимость разверлить на массу, получается, что Солнце выделяет, ну, там, сколько там, 2 ерка в секунду, как в целом. На грамм. На грамм. На грамм вещества. То есть, это примерно столько же, сколько, там, куча грелых яиц. И только благодаря большому, ну, большой массе мы получаем много сверху. То же самое в галактиках. При нескольких масс Солнца в год мы получаем гигантский галактик. Российский областей звезды образования. Но это, тем не менее, эффективность очень низка, и я на это обращаю внимание. И второе, то, что связано с низкой эффективностью. Процесс звездообразования, если он идет, это означает трудную и тяжелую победу гравитации над четырьмя мощными противниками. Каждый из которых в состоянии полностью эту самую гравитацию остановить. Эти четыре противника гравитации, это тепловое давление, это давление магнитного поля, это турбулентное движение и, так сказать, моменты импульса, угловой момент вещества. Все эти четыре преграды должны быть преодолены именно благодаря им и очень низкое эффективное звездообразование существует. Но здесь сейчас складывается очень любопытная ситуация. Вот, скажем, до 2000 года проблема со звездообразованием, как преодолеваются вот эти четыре препятствия, она решалась, как говорится, в спокойном темпе. То есть, вот все эти звезды медленно освобождаются от одного противника, от другого, от третьего. Турбулентные движения со временем затухнут. Магнитное поле со временем приостановит, уменьшит момент вращения. Давление магнитного поля потихонечку уходит амбиполярной диффузией, когда уже газ станет плотным. Давление теплового газа, тепловое давление газа, ну, газ потихонечку остывает. То есть, вот такой квазистационарный медленный процесс. И вот эта картина, ее начали вспарывать в 2000 году, вот это вот 2000, 2001, 2002. И вот до настоящего времени появляется параллельная концепция, которая не зачеркивает то, что я говорил. Но говорит о том, что это все может работать, но в реальных условиях, скорее всего, дело стоит совсем не так. Значит, почему вот эта вот первая такая концепция, с какими сложностями она встретилась? Вот главным образом, это самая большая сложность, это, конечно, время жизни молекулярных облаков. Оно очень короткое. Поэтому нужно очень придумать очень хитрые условия, чтобы вот звездообразование идет, потом быстро начинают рождаться массивные звезды и энергию свою сообщают. Часть энергии передает газу, облако рассыпается. Здесь получается некоторая искусственность, хотя, конечно, такой процесс существует. Но дело-то не в этом. Дело в том, что когда начали сравнивать гигантские молекулярные облака со звездообразованием и без звездообразования, никакого принципиального различия между ними не нашли, кроме факта звездообразования. То есть, скажем, тоже те же самые турбулентные скорости, которые для молекулярных облаков являются всего лишь звуковыми, они одинаковые и там и там. То есть ясно, что ситуация идет значительно динамичнее, быстрее. И, так сказать, параллельно с такой классической картиной начала вырисовываться картина иная, картина нестационарного, так сказать, сжатия газа. Когда у нас волны турбулентных движений сжимают газ, самые плотные части рождают гравизационно-связанные облака, но в них входит только маленькая часть газа сжимающих, а остальное просто рассыпается. И, пожалуй, что наиболее впечатляющим фактом, который подтверждает эту вторую динамичную концепцию, появилось обнаружение того, что многие гигантские молекулярные облака являются гравитационно неустойчивыми. То есть совершенно факт в протворительной стандартной картине, когда потихонечку вещество собирается и собирается, гравитационно связанное и происходит сжатие. Конечно, из чистых гравитационно-неустойчивых средств вообще никаких звезд не отказуешь, ведь должны быть устойчивые ягоды, более холодные. Но основная масса, она рассыпается через несколько миллионов лет после того, как гигантские лекарные блокады. Вот на самом деле, вот эти все работы по звездообразованию как раз они сейчас и разделяются. Вот такая старая концепция, новая концепция. Причем они нигде одна другую не перечеркивают. То есть вопрос стоит о том, где работает первая, где работает вторая. Я потом позднее расскажу, где вторая динамическая концепция работать не может. Но теперь самое главное, ради чего, так сказать, все эти циклы лекции затеяны, это чтобы понять, когда, где и как все-таки в природе реализуются условия, при которых заведется звездообразование. И вот здесь наблюдения других галактик дают уникальный материал, который несравненно обогащает наше представление о звездообразовании ввиду ограниченных возможностей наблюдения в нашей галактике. Ведь когда мы смотрим на другие галактики, фактически все то, что мы видим, все то, что имеет структуру галактики, основные свойства, это результат происходящего звездообразования и того звездообразования, которое шло в прошлой эпохе. То есть любая галактика это продукт истории звездообразования. Вот как раз наблюдение других галактик позволяет, может быть, не так подробно, как в нашей галактике, но рассмотреть самый широкий спектр условий, в которых поставлена межзвездная среда, и понять и разобраться, что же все-таки помогает звездообразованию, а что тормозит или просто его запрещает. Это то, вот это многообразие условий, которые при этом, так сказать, можно переследовать, оно, конечно, является самым выигрышным, когда мы обращаемся к другим галактикам, для того, чтобы понять, как образуется звездо. Ну, первая лекция, которая вот моя, она, конечно, посвящена прежде всего тому, как выглядит звездообразование с точки зрения наблюдателей, вот с наблюдательной точки зрения. Так, ну вот здесь это достаточно отривиальный вывод, что основные свойства галактики являются отражением истории звездообразования, и то, что одновременно в системах... Так, хорошо, я думаю, темно. Ладно, я думаю, что вечером будет темно. Я закрою. Ну ладно, все в порядке. Просто у меня много слайдов, которые имеют низкий фон. Вот. Так, хорошо. Быстро. Так, хорошо. Ну так... То, что одновременно в системах наблюдаются галактики с саморазнообразными свойствами, говорит о том, что в более-менее сходном условии масштаба мегапарсека могут раздаться системы с самыми различными, самыми различными историями звездообразования. Здесь вы видите галактики и искаженные взаимодействиями, дисковые галактики. Я вкратце напомню немножко о структуре галактики и о том, как принято их характеризовать, поскольку не все из вас занимаются галактиками. Я думаю, что это повторение того, что известный способ. Сама морфологическая классификация очень грубо позволяет галактике различить на четыре класса, на четыре строчки. В зависимости от того, какой сферийный компонент, существует ли в галактиках диск и существует ли в галактиках спиральные ленты. Это достаточно тривиальная табличка. Я просто хочу обратить внимание, что здесь это грубая классификация, но самое, конечно, важное, это то, что галактики нерационноэллиптические и дисковые. А к дисковым можно отнести три последних строчки. Вот. Что? Вот. Если более тонкие классификационные схемы, они страдают неоднозначностью и неопределенностью. Но есть и другая классификация галактик. По-моему, это яркость и посвятимость. И вот здесь я постарался, так сказать, обобщить самые важные классы галактик, которые, во-первых, разбиваются на высокой светимости и карминги. И, так сказать, вторая координата это степень их компактности, которая судит о концентрации яркости к центру. И вот компактные галактики, галактики высокой яркости, галактики низкой яркости, вместе с галактикой высокой и низкой светимости дают, как вы видите, шесть различных типов. И, значит, компактные галактики это тип М32, это эллиптические, как будто бы у них ободраны края, то есть ядро эллиптическое остается. В случае карликов, ну, как карлики, вот пример компактных карликов, это голубые компактные галактики исследовавшиеся давно уже, так сказать, в ССЖ, так называемые. Галактики высокой яркости это большинство наблюдаемых галактик, в том числе и наше собственное, поэтому вот эта классификация Хаббловская, о которой я говорил перед этим, относится именно к одному квадратику, а других она не охватывает, просто так же. Большинство наблюдаемых галактик, это и спиральных, и эллиптических, и неправильных, но параллельно существует несколько разновидностей карликовых, из которых здесь я указал три, хотя там есть в разных работах вводятся и другие обозначения. Это карликовые эллиптические галактики, карликовые неправильные галактики, карликовые голубые компактные галактики, но сейчас бы я еще к этому приписал карликовые сфероидальные галактики, которые отличаются от эллиптических значительно меньшей яркостью, но они здесь у нас у меня попали на строчку ниже, но некоторые из них они все-таки слегка приподнимаются. Так что карлики еще с карликовой сферы дальние, карликовые неправильные, это тот угол. И галактики низкой яркости с высокой светильностью они бывают в основном двух типах. Это так называемое ЛСБ, это Лос Орфис Брайт названо сейчас галактики низкой яркости, и так называемые пассивные спирали, о которых мы поговорим. Вот все эти особенности это нормальные галактики, а все эти особенности вокруг они определяются спецификой звездообразования существующего прежде всего, или звездообразования, которое когда-то эти особенности породило, там миллиарды лет назад. В этом плане особенно любопытные и совершенно необычные объекты, которым сейчас уделяется все больше и больше внимания, это галактики низкой яркости. Ну, причем не карлики, карлики низкой яркости были открыты в 30-х годах. Случайно тоже никто не подогревал об существовании. Первая карлика галактика низкой яркости была в Дорожном Заверении Печи в Южной Африке, насколько я помню, при серьезной работе по подсчету слабых звезд. И наблюдатель, я уже не помню, кто, обвел на фотографию области карлики галактики Печи и сказал, что вот это слабое скопление звезд мешает подсчету. И, значит, поэтому эта область удаляется как мусор. Но в действительности здесь обнаружилось гигантское количество очень слабых звезд с 19-й величины в маленькой области, но не похоже было ни на какое скопление обычное в нашей галактике. И уже потом, когда серьезные инструменты были использованы, 5-метровый телескоп, тогда уже, это еще до 2,5 метра было тогда, тогда выяснилось, что расстояние до этого объекта выносит его за пределы нашего величного пути. Но это карлики. А вот то, что называется Элес-Би, это объекты, ну, пожалуй, самые крайние представители этого типа это галактики типа Малин-1, я об этом немножечко потом поговорю позднее, когда будем говорить об звездообразовании этих галактик, но открытие его тоже было совершенно случайно, потому что представьте себе объект, который выглядит как карликовая галактика, маленькая, компактная, но диффузная, таких много в скоплении дел. Вот когда начала работа по исследованию нейтрального водорода в карликовых галактиках скромления Девы, то этот объект был в длинном списке, он не выделялся особенно низкой яркостью, просто он маленький был. Как неправильная галактика ожидалась, что, как и у других галактик, там будет обнаружен сигнал на 21 сантиметре, и таким образом будет измерена масса газа. Какое же было удивление, когда был сигнал просто шумовой, нет сигнала от водорода. И это не только озадачило, я не знаю, случайно или нет, но, так сказать, заставило поискать этот сигнал в других частотах, и он был обнаружен, этот сигнал, только тогда, когда перестроили эту частоту на ту, которая соответствует расстоянию в 10 раз больше, скопление Девы, где он находился. То есть оказалось, что этот объект чисто случайно проектируется на скопление, находится в 10 раз дальше. И когда его сняли с хорошей экспозиции, то выяснилось, что это не карликовая галактика, а ядерная часть гигантского диска размером больше 100 кг. Но этот диск имеет поверхностную яркость порядка 25-й величины с квадратной секунды, что существенно меньше яркости ночного нет. Поэтому о том, что такие объекты могут существовать, никому даже в голову не приходило. Тут выяснилось, что у него масса газа, что у него есть вращение. Столько звезд очень мало. То есть он похож на обычную галактику, которая в действии растянут по радиусу. Растяните, и будет тот самый объект, который я говорю. Природа этих объектов до сих пор остается открытой, но об этом пойдет речь немножечко ниже, поэтому я не буду забегать вперед. Итак, я просто хотел подчеркнуть разновидность различных типов галактик. Особенно эта разновидность проявляется и в структуре, которая особенно хорошо видна в дисковой галактике, когда диски видны в серебра, в чем здесь видно, что у нас галактики обладают разными балджами. Причем, я хотел обратить ваше внимание, классификация СА, СБ, СССД очень распространенная, но она необъективная. Там могут быть результаты противоречащие один другому, потому что нет единого хорошо формулированного критерия, по которому можно было бы отнести галактику с более мелким арморологическим подклассом СА, СБ, СССД. Они перекрываются и удающимися от, например, от длины волны или от экспозиции галактики перескакивают в соседнюю нишу. Так вот, там в основе более мелкой классификации положено несколько признаков. Прежде всего, это форма спиральных литвей и яркость Балджа, но когда они противоречат друг другу, то тогда считается решающим признаком это степень клочковатости спиральных литвей. А сейчас мы знаем, что степень клочковатости зависит от того, как выйдет звездообразование в Голландске, потому что каждый такой клочок спиральной литве это мощный комплекс звездообразования. Поэтому именно через звездообразование эта морфологическая классификация имеет какой-то физический смысл. Но если можно ей не пользоваться, то ей не нужно пользоваться. потому что здесь чисто это субъективное деление. Это субъективное. Поэтому здесь лучше переходить к тем параметрам, которые можно мерить. А СБССД это все-таки это некий проявление. Вот я могу показать, что галактики насколько далеко могут тянуться. Вот здесь это Хаббловский снимок галактики Сомбрера, а точками и крисиками показаны шаровые скопления этой галактики, которые найдены в обзоре Хаббловского и другие обзоры на крупных перескопах. Мы здесь не видим, нам кажется, что галактика кончается. На самом деле это гигантское звездное гало, в котором появляется по счастью шаровых скопления, сравнительно свежая работа, просто у них на канал изображение очень наглядное, показывает о том, что все то, что мы видим как яркая галактика, это центральная часть галактики. Может быть ее основная часть, содержащая основную массу звезд, но галактика продолжается значительно дальше, и может быть, если мы говорим о процессе звездообразования, нас не удивляет, что там нет звездообразования очень далекого от центра. Но откуда там будет звездообразование? Там же гораздо мало везет. Но нас должно удивлять другое. Оно же когда-то там было, когда-то довело звездообразование до этого состояния, там же хоть мало звезд, но они там есть. Как они туда попали? Родились ли они там, и они появились уже позднее, там, не звне? И вообще, как шло звездообразование тогда, когда галактика рождалась? Тогда границы были совершенно иные, чем сейчас. Вот это замечание надо иметь в виду, потому что дальше речь пойдет все-таки о том, что мы наблюдаем галактики, но помнить надо то, где сейчас идет активное звездообразование, или активно очень шло, а сама галактика продолжает узнать дальше. В некоторых случаях ситуация еще любопытнее. Вот пример залитной галактики НЖД-58-66 вообще-то наградка очень любопытна. Это толстый диск, очень толстый диск, внутри которого хорошо виден диск тонкий, вот он здесь прослеживается как звездный диск, а в центральной части этого тонкого диска с очень резкими границами виден вращающийся диск газопылевой. То есть пыль здесь как раз видна как такая проживка, это просто газопылевой диск, но обратите внимание какой резкий край. Она не просто сходит на нет, она обрывается. И это требует какое-то объяснение, потому что здесь звездного образования нет, оно когда-то было и сейчас отсутствует, а здесь оно идет, хотя мы не видим очагов звездного образования, но то, что оно активно, можно судить обвлохмаченности этой полосы. Если делал немножко покрупнее, вот так вот, то очень хорошо видно, очень хорошо видно, что у нас газ, ну, мы были здесь индикаторы газа поднимается на большую высоту, там больше килопарсекра, и энергию газа здесь неоткуда получить, кроме как от очагов звездного образования, которые скрываются от нашего взгляда, но они там существуют. галакция буквально типит. Но лензовидная, это означает, что диск там есть из спиральных людей, ну, мы не видим спиральных людей, скорее, возможно, что они там и есть, но вот по сложившей классификации, когда мы видим основной диск без звездного образования, мы относим галакцию от лензовидной, хотя, как вы видите, здесь резкой границы между спиралями и лензовидными галактиками не существует, и другое, на что я обратил внимание, это очень толстый диск. В нашей галактике тоже есть диск, тонкий и тонкий, толстый. Тонкий и толстый, вы знаете, одного по ширине там около 350 фарсек, у другого больше килопарсека. Вот, такая ситуация оказалась очень распространенной. Большая часть галактик, если они видны с ребра, позволяет обнаружить двухкомпонентную дисковую тушкуру. Толстый и тонкий диск, причем довольно резко границы между людьми. Ну, области звездообразования лучше всего видны в галактиках, которые находятся сравнительно недалеко и богатой гразом. Но вот этот пример, галактичесбарм, очень любопытный объект, очень хорошо изученный, он чем еще характерен? Здесь видны как раз крупномасштабные распределения областей звездообразования. Видно, что здесь есть, во-первых, структура, она идет, конечно, по спирали, и там и так, это самое главное. Потому что области звездообразования сидят в спиральных ветвях, это, наверное, вам уже просто здесь продружали все угли. Но здесь важно то, что здесь, во-первых, они как бы резко, эти области ограничены, волной сжатия, которые находятся на той кромке спиральной ветви, куда входит газ в своем движении. Вот, здесь разбыто, и более того, видна определенная структура между спиральными, что тоже очень любопытно. Сейчас, на это раньше мало обращали внимания. Говорили о глобальной структуре, спиральной ветви, говорили о том, что в спиральных ветвях есть структура, как у нас есть области звездообразования на каких-то типичных расстояниях друг от друга. Но сейчас появилась серия любопытных работ о структуре галактик между рукавами. Конечно, то, что такая структура есть, писалось уже давно, никто серьезно этим не занимался. Вот здесь вот видны отдельные полосы, которые идут, здесь довольно хитрая структура, но лучше всего здесь заметно прожилки пыли там, где областей звездообразования не видно. Вот одна прожилка. Это типичная ситуация, когда вдоль кромки бара идет течение газа, и ударная волна сжимает газ, делает его непрозрачным. Это достаточно типичный легалатный КСП с баром. Но обратите внимание на перпендикулярные прожилки. Это уже структура, которая рождается в процессе движения. Причем о чем это говорит еще картина? Эта картина говорит о том, что может быть газ, могут быть волны сжатия, которые его сильно сжимают. Скорее всего этот газ находится в молекулярном состоянии, который непрозрачен. Но тем не менее областей звездообразования там нет. Значит, пожалуйста, это пример, когда газ есть, ну правда немного он есть, а звездообразования нет. Вот. Есть и примеры и другие, но обратных примеров нет, чтобы было звездообразование сильное, а газа нет. Вот. Таких примеров вообще не надо. Вот. Я теперь быстренько покажу, обращу внимание, как уголки звездообразования и галактика с активным звездообразованием выглядят в разных диапазонах мультимагнитного спектра. Эта фотография получена ультрафиолетом спутником Галикс. Это R81 и R72 галактика с очень мощной спутникой звездообразования в центре. Здесь ультрафиолетия излучают обе звезды. То есть короткоживущие звезды, излучение которых существенно поглощается, но тем не менее то, что до нас доходит, позволяет воссоздать картину этой галактики. Кстати, обратите внимание, на обычных фотографиях вот эти спиральные вестры прекрасно видны, но почти не видно. Вот этот объект, он называется Олнберг-9, Карлик, и вот этот объект, я не помню, как он называется. То есть это Карликовые галактики, причем, ну, трудно сейчас сказать, являются ли этим классом гравитационно связаны с основной или нет. Тут проблемы с определенным радиусом, много проблем, непонятно, как они здесь образуются. Это Карликовые галактики с активным звездообразованием, которые контрастно выглядят как раз только если смотреть на них будет ротеаренция. Галактики без звездообразования, лензолидные галактики, традиционно считается, что у них почти есть никакая структура. Вот диск и балч. Я вот как раз показываю здесь, что есть эспираль, есть и бар, и вот идет спор о том, что может существовать бар внутри бара. Я не знаю другой, более ясной картины, чем то, что я здесь показываю, GCC 1291. Центральный бар, и не знаю, хорошо ли видно остальных рядов, маленький бар внутри кольца внутри, совершенно под углом градусов 30 в основном. То есть вот, как раз сложность структуры пока видна здесь, но видна здесь очень хорошо. Но звездообразования здесь почти отсутствует. Другой пример. Да, выводники. Для близких галактик можно изучать области звездообразования, исследуя отдельные звезды, но только для близких галактик. Пример. Ближайшая галактика, Большое Магелланово облако, это область туманных Таранту, то есть гигантского размера комплекс областей низованного водорода, где-то около двухсот парсек размером, для сравнения, скажем, туманность Ориона известная имеет восемь парсек, то есть почти он неспособен. Здесь видны отдельные звезды, все те звезды, которые вы видите, это молодые оба звезды. Звезды типа Солнца, в близящих галактиках, таких как Миланрово облако, можно изучать только специальными средствами. Здесь, конечно, на этих фотографиях они не видны. Туманность Андромеды, которая находится существенно дальше, но самый мощный комплекс звездообразования, Минц-206, если вы видите очень хорошо, здесь тоже заметны отдельные голубые сферы гиганты. В целом, хотя в целом галактика Туманность Андромеды обладает очень слабым темпом звездообразования. Вот в отдельных областях и отдельной области оказываются охваченные звезды образования. Размер таких областей составляет несколько сотен парсек. Ефрем Николаевич предложил называть их звездными комплексами или молодыми звездными комплексами и сейчас это название принято в мире. То есть самые большие области охваченные звезды образования имеют размер порядка 500 парсек и называются звездными комплексами. Если рассматривать распределение газа по этим звездным комплексам соответствуют комплексы газовые естественные которые тоже так называются газовые комплексы. Они почти исключительно наблюдаются внутри спирала галактики. В некоторых случаях очень трудно понять даже к какому типу относится галактика если в ней звезды образования это пример карликово-эллиптической галактики которая если вычесть фон то выглядит слабо контрастная картина с пиралой путей в ней. То есть в эллиптических галактиках а это по всем признакам эллиптической галактики в ядерных областях может быть структура совершенно иной истории звезды образования то есть эллиптическая галактика подразумевает некое трешмерное распределение типа эллипсоидов а здесь чтобы были спирали нужно быть тонкие диски обязательно то есть в эллиптической галактике могут быть спиральные тонкие диски нет это несколько нарушает классификацию к какому типу галактики относительно поэтому молчаливо договорились вот внутренние области галактик с характерным размером один килопарсек рассматривать как отдельную единицу и то что там происходит не должно влиять на общую полосификацию галактики эллиптическая спираль независимая а внутри мы все что угодно вот один килопарсек это особая зона одно из занятий мы в этом посетим другая галактика это уже снимок линия шарфа здесь прекрасно светящийся газ обратите внимание что свечения окружают в области голубых свергигантов здесь это есть один звездный комплекс но очень неоднородные уже три и там несколько комплексов меньшего масштаба находится внутри его вообще говоря не оправдалась та точка зрения которая была раньше распространена что существует разные выделенные масштабы звездообразования скопления ассоциации звездные комплексы сверх ассоциации звездообразования могут идти одновременно на многих масштабах считается что лучшим образом описывается фрактальной структурой когда у нас какая-то умлотнение деталь является частью более разреженного более масштабного компонента а тот в свою очередь еще более разреженного еще более масштабного но у этой фрактала есть предел когда уже размер достигает 500-600 парсек дальше уже нет вот это и есть звездный комплекс а внутри идет каскад масштаб но выделенных таких пиков на аспект мощности здесь нет в линиях аш-альфа наблюдение это пожалуй наиболее эффектный эффективный способ исследования расположения областей звездного образования и мощности звездного образования я приведу некоторые примеры из сравнительно недавней работы вот это только карликовые галактики вот что это такое вот как так видно карлик не в приятности вот типичная ситуация это звезды фона они как галактики имеют никакого отношения вот это цветное это есть карлик теперь вот он был известен как карлик вот снимок это уже объект в том же масштабе в линии аш-альфа ведь совершенно иная картина это две карликовые галактики причем сильно взаимодействуют с методом другой пример другая карликовая галактика ну это звезда она что портит здесь уже переполнение ячеек но тем не менее вот карликовые вытянуты вот как карликовые галактики непонятно есть ли там звездообразование какое снимок в линии водорода аш-альфа ну кольцо это так я кажется перескочил вот кольцо это артефакт естественно звезда яркая просто но вы видите что как раз выходят отдельные комплексы звездообразования размера нет в высоте на парте это довольно большая галактика с хаотично идущим звездообразованием и никакого намека на спиральную структуру вот еще один пример это тоже галактика небольшой следимости видна сребра по-видимому тоже нету спиральных ветвей она не очень симметричная вот и опять у линии аш-альфа разбивается на отдельные комки то есть вот как раз этим я хочу подчеркнуть характерные особенности звездообразования клочковатость конковатость с разными масштабами до примерно там 500-600 процентов вот это самое важное обратите внимание кстати здесь ни балджи нету ни еды иначе мы не будем говорить на этот объект ну и пример последний из этого рода NGC6822 кстати галактика очень медленно вращающаяся это тоже карликовая галактика низкой яркости здесь видны отдельные звезды ну вот как она выглядит уже на крупном телескопе уже в цвете когда здесь на обычную оптическую фотографию еще наложена фотография в эмиссионных линиях здесь сразу же общая структура а вот эти вот клочки это вообще так говоря не просто области H2 здесь явно оболочочная структура то есть это уже результат расширения газа но этот процесс связан опять-таки со звездообразованием причем видите что все идет в основном на кориферии в центре довольно картина спокойная но это прерогатива только очень близких галактик в далеких галактиках мы должны видеть о количестве молодых звезд только по их интегральному проявлению по спектру по мощности излучения в линиях или по другим каким-то косвенным признакам но я приведу еще один пример где все-таки можно видеть не только интегральный спектр получать но и видны отдельно хорошо будут звездные образования это сравнительно близкая галактика М-101 в большом медведице с комплексами звезднообразования здесь на спиральном путье я покажу сейчас следующий будет это кадр это мозаика вообще говоря очень хорошо состыкованных кадров полученные нахапов на телескопе отдельно взятый кадр увеличенный можно даже найти его какая часть галактики изображена вот здесь вот здесь уже открытый весьма живопытная галактика фона на много раз дальше прослеживается вот и вот видны отдельные сгустки уже это конечно не комплексы большие большой комплекс это вот примерно такой размер то есть это уже звездные ассоциации или целокупные звездные скопления внутри больших звездных комплексов вот эти галактики глядя на такие галактики со стороны со расстояния можно увидеть картину значительно яснее значительно больших подробностей чем наблюдая области звезды образования в нашей родной галактике где мы пытаемся изнутри что-то там рассмотреть через бульон пыль ну вот то что я хочу подчеркнуть дальше это то что происходящее звездное образование является основной причиной того что та же самая галактика может вообще не похоже выглядеть в разных интервалах спектра сейчас я попробую это подемонстрировать у нас такая обзорная лекция вот пример здесь пример обычный стандартный без особой экзострики насколько меняется вид галактики если переходить из интервала в диапазон k 2,2 микрона здесь в диапазоне выделяются области звезды образования видны полевые прожилки очень хорошо сама структура лучше видна по естественным b а вот когда в каву переходят мощные области звездного образования они сохраняются они сохраняются благодаря тому что красные сверхгиганты являются галактиками звездами светимость которых не уступает b звездам их просто мало но в мощных областях звезды образования их хватает чтобы в к диапазоне они выделяли области темными пятнами но тем не менее очень хорошо видна размазанная плавная структура определенной ширины вот эта структура уже приписывается старым звездам диска в основном красным гигантам старые звезды диска те которые оставляют основное количество звезд основное количество массы в нормальных дисковых галактиках и то что они концентрируются к спиральным ветвям рассматривается как самый мощный аргумент того что спиральные ветви являются плотности в звездном диске ну вот как выглядит спектр чтобы понять как звездообразование влияет со спектром здесь в логарифтическом масштабе интенсивность излучения или поток здесь длина волны это оптическая часть спектра вот галактика значит здесь точки это наблюдение а сплошная линия это модель зависимости когда существуют разные способы моделирования распределения спектров галактик который учитывает характер звездообразования в прошлом и современную эпоху и оптимальным подбором достигают наилучшего согласия с наблюдениями вот здесь галактики неправильные с характерным возрастом тем не менее достаточно большим 5 миллиардов лет старого звездного населения но с активным звездообразованием современным потому что эти пики это просто эмиссионные линии газа вот уже галактики типа СЦД и СД здесь вы видите что красный конец он остается примерно таким же как у других галактик достаточно высокий голубой конец на 4 тысячах и подъем здесь и на длинных волн порядка 2 тысяч это связано с звездами тоже с горячими звездами которые дают основной вклад в ультрафиолет дальше мы переходим в галактики типа нашей вот нашей галактики такой спектр имеет то есть здесь резкий спад где-то на 3 тысячах после пальмеровского декремента здесь пальмеровского скачка и подъем небольшой в ультрафиолетовой части следующее уже относится кривая галактикам с еще меньшим содержанием молодых звезд здесь вы видите падение более резкое и несколько затачивающий подъем который до сих пор спорит что является причиной и так по существующим представлениям в этих галактиках со слабым звездообразованием подъем в интерфиолетовой области связан с звездами асимпатической ветви это старые звезды наборно старые но которые сохраняют высокую температуру о простите геосинтатическое горизонтальный ветви на диаграмме где-то горизонтальный ветви голубой конец горизонтального ветви то есть они могут быть старые и тем не менее давать вклад в ультрафиолетов ну и наконец эмитические галактики которые в ультрафиолетов почти ничего не дают того нарезка обрывается но что старых звездных населения характерно это плоский спектр плоский спектр то есть здесь 8, 6, 8, 10 сейчас посмотрим что будет дальше там будет немножко по-другому но это плоский спектр и он слабо отвлекается на содержание молодых звезд то есть если мы хотим сравнивать галактики по темпу звездного образования надо очень интересовать вот этот диапазон 2000-3000 ну вот теперь посмотрим более далекие инфракрасные образы ну вот здесь по сравнению с предыдущим спектром я хочу ваше внимание обожить как это принято очень часто у тех кто занимает инфракрасной австрономии откладывать не эфню а нюэфню для того чтобы максимум показывал где же сидит основная энергия какой-нибудь диапазон спектр поэтому тут немножко по-разному масштабу перестроены здесь длина волны у микрона здесь значит нюэфню и вот 2,5,10 это вот та область которую мы смотрели на предыдущем спектре дальше начиная где-то с 6 микрон идет чистоковую линию звезды здесь почти не излучают вот весь этот спектр разбит на несколько компонентов вот звезды составляются на предыдущих на предыдущих спектрах она была почти горизонтальной просто потому что там откладывалось а здесь не уменьшается не уменьшается когда мы будем правы вот это звездный спектр звездный вклад здесь незначительный а вот это спектр силикатов то есть это пыль которая дает основной максимум на длинных вулк порядка 100 микрон 100 микрон это уже область которая впервые была исследована в широком масштабе по небу космическим парадом Айрес и мы знаем что действительно та энергия которую галактики в этой области излучают она сопоставима с энергией всех остальных областей вместе с диагомой что здесь светит здесь светит пыль нагреваемая светом звезды на первый взгляд кажется удивительно что так много пыли так почему что в прекрасном диапазоне галактика излучает почти столько и столько волн а на самом деле ничего удивительного нет мы же знаем что свет поглощается особенно свет молодых звезд которые окружены более плотно каждой звезды куда эта поглощенная энергия девается она никуда девается она просто уже просто переизлучается состояние равновесия сколько поглощается столько и получаются и вся поглощенная энергия а мы знаем что поглощенная энергия энергия поглощается там больше половины света поглощается половину света это все будет в прекрасном диапазоне но наиболее интересное это вот эти вот печки они впервые были исследованы катрическим скутником айсо в инфракрасной обсерватории и сейчас активность он занимается летающей оперативной спицер инфракрасной эти любопытнейшие пики связаны со сложными органическими молекулами это так называемые полиароматичные соединения полиароматические соединения они представляют собой бензольные кольца с большим количеством атомов почему ароматические спросил у химика они говорят они все воняют ну нафталин например как носит скобедит это действительно это органика большое количество молекул причем довольно устойчиво они не так просто распадаются они могут при нескольких тысячах градусов существовать в межзвездных светах они тоже активно светятся за счет энергии поглощаемой звезды потому что это все-таки они располагаются в местах с плотностью существенно выше средней иначе там они просто не образуются ну и вот на нижнем кривой показаны те окраси спектра в которых сейчас эти галактики активно исследуются это разные космические аппараты и раз вот это все четыре да вот это простите это один космический аппарат это окна фильтров космического аппарата спицер наиболее активно работают сейчас ну вот для примера относительно того какая энергия содержится здесь покажем вклад различных составляющих спектра здесь то же самое наиболее 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 я взял из готовой работы перестраиваться не было смысла но идея такая же вот это звездная часть вот это полиароматичное цененение это инфракратный спектр который связан с пылью вот часто встречающиеся сочетание СЕД значит это абблигатура спектра спектра energy distribution то есть фактически то что мы называем обычным словом спектр это галактика Н-Стоуна здесь спосновление с моделями здесь очень хорошо видно что галактика нехпотребно довольно активное звездное образование а у нее очень активное звездное образование она прекрасно ее спектр звездного населения прекрасно производит воспроизводится звездами с возрастом 13 миллиардов лет это вот непрерывная линия естественно звезды здесь вот они загибаются вниз тут уже вклад звезд не велик а вот этот вот инфракрасный горбик как и везде связан с поглощенной энергией почему такое большое внимание я уделяю инфракрасному горбун дело в том что самая большая помеха исследования характера темпом звездного образования в галактиках связано с поглощением света особенно в ультрафиолете в ультрафиолетовой части потому что ультрафиолет сильнее всего поглощается кратковом новое излучение а молодые звезды как раз в ультрафиолете сияют но так вот эту поглощенную энергию можем вернуть назад если приплюсовать ее к энергии заключенного в эту ультрафиолетов поэтому уже давно известно что это одна из самых хороших корреляций между интенсивностью звездообразования и энергии излучаемой именно в инфракрасной области спектра на длинных вог длиннее чем 50 микрон самый последний точек сейчас такой 800 микрон сейчас есть работает 1000 микрон это уже как раз грань между оптикой и радио там уже начинаются другие эффекты там уже начинается начинается патрон ну вот теперь уже перейдем к картинкам это туманность андромеды обычная фотография туманность андромеды в ультрафиолете видно же на самом деле это гладкий не просто спиральный а состоит из двух колец внутри есть отдельные ошметки но такой структуры образования нету и есть она тоже кончается самое интересное что по красным гигантам по старым дискам туманность андромедов отслеживается до расстояния больше двухсот километров сетка а это вот расстояние примерно отсюда это где-то 10-12 километров сетка то есть в 10 или дальше еще можно заметить красные гиганты которые тяготеют к туманности андромедов то есть это либо очень разрешенный внешний голод либо остатки диска но они тянутся дальше но звездное образование конечно заключено в пределах первых там 10-15 километров всех офисцентров теперь обратили внимание на эту структуру внутри теперь следующая уже будет прекрасная фотография 24 микрона значит она тоже светит более горячая чем более горячая она сильнее сверху с областями звездного образования есть литерапоз 50 кемеров и мы видим совсем другое мы видим внутреннюю спиральную структуру которая не видна на обычных снимках и самое любопытное это для меня это тоже загадка младых звезд горячих здесь нет как мы видели тем не менее источники тепла здесь существуют они приятны вот это любопытная проблема она не решена то есть есть разные положения конечно какая-то часть звезд там бесспорно существует но очень трудно натянуть энергетику напросто для того чтобы понять вот такую структуру причем обратите внимание на четкость изображения 24 микрон здесь обычно бывает телескопы низкая распрощающая способность здесь мы надо сказать сопоставим с обычной оптической но еще более длинные волны вот это уже это уже только 160 микрон здесь видно вот это кольцо видна опять-таки наличие спирали даже внутри заметно но здесь уже очень четко прослеживается в самой мощной области звезды образования другой пример GSM-4594 обычная фотография к которой все привыкли вот и в прекрасном свете вот она 8 микрон это фотография изображение спицев полученная вот так выглядит эта галактика здесь очень хорошо видно что никаких спиральных ветвей там нету есть кольцо звезды образования сплава внутри кольца хотя вот здесь вот оно может и звезды образования отсутствуют зелопределами вот и естественно звезды на 8 микронах не дают никакого вклада 8 микрон это там самые мощные линии молекуляр вот этих молекул PH полиатоматичных звезда вот поэтому здесь мы просто видим распределение органики может сказать спицевать другой пример 30-31 NZM-81 глада она выглядит как обычном свете и вот на 8 микронах здесь показано 8 микрон и сразу очень мощное видение звезда спарат посмотрите такая четкая структура которая на B фотографиях не видна а причина этого в том что на этих длинах он практически отсутствует межзвездное поглощение мы видим все как есть на самом деле здесь нету средов поглощения вот и очень тонкая структура спирали здесь видно что это не просто спирали много гармоник здесь видны отдельные темные области незаполненные разом это тоже по молекулярным линиям на 8 микронах спицер вот значит теперь самое важное понять канал информации такой сколько звезд образовалось за все время существования то есть какова полная масса звездного населения это очень важная проблема и она дает просто информацию о том как шло звездообразование в прошлой эпохе по сравнению с современной и вот если бы галактики содержали только звезды и газ то оценка полная масса звездного населения не представляла труда есть динамические оценки мы меряем массу галактики в целом вычитаем из нее массу газа остаются звезды и мы знаем сколько это прорывалось там за 10 миллиардов но дело в том что в галактиках сопоставимо количество темного вещества и количества неизлучающего вещества поэтому прямой метод не годится и вот оценки темпов оценки массы звездного населения проводятся в основном одним из трех способов я просто сделаю несколько комментариев в каждом во-первых динамический способ это стандарт это когда мы определяем распределение скорости вращения радиуса и пытаемся понять какими параметрами эти кривые определяются то есть сколько там приходится на диск сколько на темное гало сколько на балч и на ядро то есть как бы мы одну кривую вращение расчленяем на компоненты которые относятся к разным составляющим галактик это первое второе автометрический закрыли глаза на динамику мы в конечном счете все это некорректная задача мы не можем правильно делать вот а вот автометрически это все понятнее там нужно понять как распространена яркость и понять каково отношение массу к светиле в зависимости от звездного состава так что выясняем по спектру звездный состав выясняем по звездному составу отношение массы к светиле и получаем массу звездного свения И, наконец, третий, это чисто эмпирический, самый простой, но, как ни странно, работающий метод. Он использует эмпирическую зависимость Талли-Фишера, ну, барионную, так называемую, зависимость. Так называется зависимость между массой диска, видимой массой диска, то есть массой звезды плюс массой газа. Это по одной координате и скорость вращения галактики по другой. Построена зависимость по большому количеству галактик и, зная скорость вращения, мы определяем массу этого звездного населения. Мы не даем гарантии, что наш галактик не является исключением. Но, тем не менее, этот метод не худ в других. Я чуть-чуть подробнее скажу, сейчас проинлюстрирую каждый метод. Динамический. Здесь он, для того, чтобы разделить кривое вращение, надо хорошо знать структуру галактики. А информация о структуре дается по ее автометрии. Здесь стандартная ситуация, стандартная кривая, распределение поверхностной яркости, она по вертикалии отложена, в единицы звездной величины на квадратную секунду дуги. Но я замечу, что 22-я, это яркость ночного неба. Вот так проходит. Значит, вот эти вот области, вот слабее яркости ночного неба, темного неба. Вот. Здесь расстояние в секундах, ну, для какой-то конкретной галактики, в двух диапазонах G и K, где поглощение малое, и поэтому, кстати, отдельные... Нет искажений, связанных с искусственным пыльем. Здесь вот видны, значит, точки этого наблюдения, и видно, что кривые можно раздлить на два компонента. Один компонент, это вот, в этой системе координат, это прямая линия. Он называется балджем, фактически, это центральная антибиотная часть. А экспоненциальный компонент, сколько здесь логографический масштаб, а здесь линейный, линия прямая, означает просто экспонент. Экспоненциальный компонент, это диск. Это простой случай, а вот для контраста случай сложный. Вот, другая галактика, крокретная, G1300, тоже вкрасная область спектра. Вот как выглядит уже кривая сопротивления яркости. Здесь уже компонентов много. Балдж, вот, вот, динверсив, пунктив. Диск, это основной компонент, вот он идет, экспоненциальный. Бар, бар вот, он прывается здесь, вот этот идет, вот этот бар. Спиральная верь, она создает вот это вот, вот она, создает бот. И так называемая, сказать, линза. Вот, вот, и сумма их дает вот уже в кривую, которая совпадает с наблюдениями. То есть это уже новая компонентная галактика. Но пока мы не знаем, в каких компонентах заключена логичность звезды, мы по кривому вращению вообще не можем ничего сказать о выходе относительной массы. Ну вот, теперь отношение массы к свидимости. Значит, нам нужно еще, значит, отношение массы к свидимости знать, чтобы перейти от определения яркости к определению массы. Я, например, модели, из работы взяты Белла и Джонга, 2001 год. Здесь уже звездные модели показывают, как у нас отношение массы к свидимости, просто, так сказать, свернут с показателями цвета, которые вполне наблюдаются. Значит, вот, скажем, возьмем эту верхнюю кривую, вот, показатель цвета, скажем, единички, в Б-р, соответствует отношению массы к свидимости, но в галактической мере это будет, здесь будет где-то 0,2, это значит где-то, где-то, это будет, там, 1,5. Вот, то есть по цвету определяется звездный состав, по звездному составу отношению массы к свидимости. Теперь, зная распределение цвета по радиусу, можно разбить уже компоненты с цветом, то есть не просто распределение яркости, а распределение цвета и распределение отношений массы к свидимости. Для каждого... Субтитры создавал DimaTorzok